Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили, меня зовут Юля, и сегодня я решила поделиться с вами нашими израильскими новостями и рассказать о том, как у нас постепенно снимается карантин. Да, мы до сих пор находимся в карантинном режиме, и есть даже школьники, которые уже около года не ходят на учебу. На первый карантин мы сели, я помню очень хорошо эту дату, у нас был праздник Пурим, отмечали мы его 8 марта в прошлом году, то есть 8 марта все дети наряжались в детских садах и школах, после двух дней, то есть 10 марта они должны были вернуться на свою учебу, но на учебу они не вернулись, нас посадили на долгосрочный, почти двухмесячный, 2 или 3 месяца это продлилось, на двухмесячный карантин, и потом вот началось такое возвращение к учебе очень постепенное, дети возвращались, снова нас закрывали, при том, что очень много детских садов отдельно закрывались на карантин, и так на сегодняшний день закрыт 471 детский сад, то есть это кто-то из персонала или кто-то из детей выявляется положительным на коронавирус, и в соответствии с этим детский сад закрывается. Как я уже сказала, 471 детский сад закрыт, и 36 школ тоже закрыты на карантин, ну вот поэтому вам, я думаю, понятно, как выглядело обучение, выглядело оно, конечно, очень странно, это было в зуме, и школьники с 7 по 10 класс год не ходили на учебу, почему именно вот это вот звено попало вот так вот в зум? Сейчас объясню. С 1 по 6 класс, это все-таки начальная школа в Израиле считается, и она тоже возвращалась поэтапно, то есть обычно это было там с 1 по 3, с 1 по 4, но 5 и 6 как-то к учебе возвращались. С 10 по 12 класс, это уже старшее звено, это те дети, те старшеклассники, которые сдают выпускные экзамены, и, конечно, им нужно к этим экзаменам готовиться, причем, что экзамены сдаются поэтапно, поэтому обязательно нужно тоже было посещать школу хотя бы раз в месяц, да, выглядело это примерно так, раз в месяц они ходили в школу, но ходили. А вот это звено с 7 по 10 класс, вот как-то оно попало между, и эти дети уже год не возвращались к учебе, год они находятся в зуме. Как это выглядит? Выглядит это, конечно, страшно, устрашающе, я общалась с родителями вот этих детей, это как раз-таки самый такой проблемный возраст, подростковый, и вот все это время дети, которые и так в основном были в гаджетах, они просто сейчас из них не выходят, потому что и обучение, и общение происходит там. И там вот первое послабление, школьники с 7 по 10 класс должны вернуться к учебе спустя год, ура! Еще какие послабления должны открыться кафе и рестораны? Но важное уточнение, в кафе и рестораны можно будет зайти только с зеленым паспортом. Зеленый паспорт получает человек старше 16 лет. Что делать, если мы захотели пойти в кафе с детьми? Ответа пока что ни у кого нет. И сейчас рестораторы добиваются хотя бы того, чтобы можно было зайти с младенцами до 2 лет. Разрешение еще на это не получено. Решение, которое нашли на сегодняшний момент, что если придут семьи с детьми, или просто люди, у которых нет этого зеленого паспорта, они могут сидеть на улице. Но опять же, не у всех ресторанов есть уличные террасы и сам ресторан, поэтому те кафе, у которых не оборудованы столики снаружи, остаются, получается, без клиентов. Еще один вопрос, который кажется странным, абсурдным, глупым. Что же делать с аттракционами? Потому что аттракционы тоже начинают работать с 7 марта. Но по тем же правилам, как и рестораны, туда могут зайти только люди с зеленым паспортом. У детей этого паспорта нет, а 90% как раз-таки посещающих вот эти вот парки, аттракционов, джимбари различные и вот все эти развлечения, это, конечно же, дети. Но детям туда прийти нельзя, поэтому могут пойти только взрослые. Сейчас уже, конечно, высказываются владельцы этих бизнесов и говорят, что просто, им нет смысла открывать эти бизнесы, платить аренду, платить зарплату и для чего-то, зачем-то работать. Опять все это остается под вопросом. Какие еще нововведения? Это полеты. Открывается частично аэропорт Бен-Гурион. И если вначале говорили, что за сутки он будет принимать 3000 пассажиров, то есть 3000 израильтян, подчеркиваю, только тех людей, у которых есть израильское гражданство, смогут влететь на территорию страны, то сегодня я уже прочитала, что эта цифра изменилась. Тысяча человек сможет влететь в Израиль. И не знаю, что же будет 7 марта, может быть, эта цифра опять же изменится. По поводу вылета из страны. Для того, чтобы вылететь из страны, нужно пройти проверку на корону, даже если есть вот этот вот зеленый паспорт. И, кстати, когда залетаете в страну, тоже эту проверку в обязательном порядке нужно пройти. Но если те люди, у которых нет зеленого паспорта, обязаны пойти в карантинный бедут, как мы это называем на иврите, и у них раньше была только одна лишь возможность пойти в гостиницу, то с недавнего времени можно пойти и на домашний карантин. Опять же, с подписи человека ему надевают браслет. Это электронный браслет, который отслеживает все его движения. И, ну, можно сказать, да, следит за ним. Эти данные поступают в определенную систему. И так видно, что человек не нарушил домашний карантин. Пока что непонятно, насколько долго продлятся эти меры. И сможем ли мы выстоять эти меры. И вообще, будут ли бизнесы на самом деле зарабатывать при таких ограничениях. Потому что бизнесы уже очень сильно пострадали. Особенно это касается тех бизнесов, которые связаны с развлечениями, с аттракционами. Они не работают уже ровно год. Уже ровно год у нас в Израиле закрыты кинотеатры. Совсем недавно, вот буквально две недели назад, открылись театры. Опять же, в ограниченном режиме концерты. То есть заполняемость должна быть неполная. Посещать эти мероприятия могут только люди с зелеными паспортами. И, конечно, здесь вот существует такое непонятие, а как же те люди, у которых нет зеленых паспортов. Обычно это беременные женщины, которые не прививаются. Или женщины, например, кормящие молодые мамы. То есть они посещать все эти мероприятия не могут. Итак, Израиль продолжает выходить из карантина. Я вам рассказываю о тех новостях, которые происходят у нас в стране. Можете задавать свои вопросы в комментариях, если что-то я упустила. Еще раз подчеркиваю, что въезд в Израиль мне постоянно задают этот вопрос. Когда же смогут заехать туристы? Пока никакой информации на этот счет нет. Пока что могут заезжать лишь люди, у которых уже есть израильское гражданство, либо новые репатрианты. И при том, это не просто купил билет и прилетел. Для всего этого нужно попадать либо под квоты, то есть следить за тем ограничением людей, въезд для которых возможен в Израиль. А по поводу вылета из Израиля до сих пор будет работать комиссия по решению вопросов, кто же может залетать и вылетать, если нет зеленого паспорта. Так что вот такие новости у нас на сегодняшний день. Обязательно следите за нашим каналом. Я постараюсь в воскресенье все-таки пройтись около кафе и ресторанов и посмотреть, как все это работает. Зеленый паспорт у меня есть. Интересно, на самом деле соблюдаются ли эти стандарты, проверяется ли это или нет. Но могу сказать, я уже вернулась в тренажерный зал. Это уже тоже большая победа для меня и моральная, и физическая. Спустя 5 месяцев, да, 18 сентября были закрыты все спортзалы, тренажерные залы, бассейны. И опять же только сейчас мы можем заходить с зелеными паспортами. И здесь на самом деле была проверка. То есть мне нужно было заполнить, у нас есть приложение, загрузить туда фотографию своего зеленого паспорта. При входе, опять же, у меня его проверили. На самом деле это я, на самом деле это мой документ. Только после этого мне разрешили войти. В системе отметили уже, что да, у меня есть этот Даркон Ярок. И больше на следующий раз у меня уже спрашивать не будут. Но да, проверяют, причем несколько раз. Вот так вот действуют все правила на сегодняшний день в Израиле. Ну и как я уже сказала, следите. Будем обязательно освещать темы на нашем канале. До встречи. Пока-пока.